Итак, сегодня, первое, хочу сказать спасибо нашим спортерам за эту перформанс, это было очень важно и очень важно для нашей команды. И я могу сказать, что пока вторая пенальти произошла, мы сделали это хорошо, с нашими спортерами в стороне. Могу так сказать, что при поддержке наших болельщиков мы сегодня хорошо играли, вплоть до второго пропущенного гола, вплоть до второго пенальти. И после второго пенальти мы потеряли какую-то структуру, противника играли, много игроков, и они сделали это очень хорошо, и мы должны найти больше контроля в матче, и это было тяжело, чем последние 30 минут. У нас не было достаточно силы, поэтому мы не можем вернуться в игру. И замены сегодняшние также не смогли должным образом усилить игру, поэтому мы не можем вернуться в игру. Результат такой. Несмотря на крупное поражение, хочу поблагодарить вас за достойную игру, команда очень хорошо смотрелась, и это приятно было видеть всем болельщикам, с которыми я уже успел пообщаться. У меня будет два вопроса по игрокам. Почему Федор Смолов не вышел с первых минут, он недостаточно готов был после травмы, или это тактическая причина? Спасибо, прежде всего, за теплые слова, слова поддержки. После 0-3 это достаточно необычно слышать. Я вижу, что вы человек футбольный и понимали, что вы хотели сегодня сделать. Спасибо. Я могу сказать то же самое, что вы видели. Мы были на очень хорошем уровне сегодня, с топом из Европы. И это сложно сказать, что сейчас мы потеряли 3-0. Это сложно сказать, что этот матч будет закончено. И хочу сказать, что мы сегодня очень достойно смотрелись против топ-команды европейского уровня, но, к сожалению, игра сыграна, и счет на табло, несмотря на то, что игрались, действительно очень достойно. По поводу Федора, вы видели, что он сегодня вошел в игру на 30 минут, и что он не был сегодня в своей лучшей форме. Мы старались сделать все, что могли для того, чтобы максимально подготовить к этой игре. И в том числе поэтому он сегодня не был в стартовом составе. Меняя опытных достаточно Мордишвили и Камано на молодых игроков, если можно, подробно расскажите, каким образом вы хотели усилить атаку и какое задание давали молодым игрокам? Итак, я советую перед тем, что Камано, чтобы позволить его играть за 60-70 минут. На данный момент, для меня риск слишком высокий, чтобы позволить его на пицце. Поэтому мы решили, чтобы изменять, потому что мы имеем в следующий матч на Мондоне. Это очень важный матч, и я должен посмотреть не только для этого матча, но и для следующего матча. У нас много проблем, как вы знаете, в прошлом, с потерянными игроками. И я не могу еще один. Поэтому я всегда должен быть умным с этой решением, с которыми игроками может оставаться на пицце или нет. По поводу Камано и его замены перед игрой, мне дали рекомендации о том, что сегодня Франсуа лучше сыграть порядка 60 минут. Поэтому всегда при таких заменах ты думаешь не только о текущем матче, но уже смотришь вперед, уже думаешь о будущем. Поэтому, собственно, и поменяли его, не хотел рисковать. И так достаточно много уже было травм в последнее время, и еще одна нам точно не нужна. Если можно, два вопроса, они короткие. Первый – это о Павле Худякове. Он сегодня в 17 лет дебютировал в Еврокубках. Как оцените его игру? Я хочу сказать, что мы имеем очень, 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 очень важный talent в нашей squadе. Когда я был руководитель 10 лет, 12 лет назад, в Сальке 04, я был Мануэль Нойер, как молодой игрок. И когда я вижу Худя, то есть много вещей, как Мануэль Нойер. Я уверен, что в будущем мы получим огромный номер один. Он очень талантливый игрок. И когда в свое время, лет 10-12 назад, я работал помощником тренера в Сальке 04, тогда у нас был в команде молодой Нойер. И чем-то вот Даниил напоминает того Нойера в те годы. И я верю, что у нас сможет вырасти новая звезда, новый вратарь номер один. И второй вопрос. Вы сказали, что команда хорошо играла вплоть до второго пенальти, но сам этот второй пенальти оказался довольно-таки спорный. И Дмитрий Баринов после матча сказал, что пенальти, по его мнению, там не было. Успели ли вы посмотреть этот эпизод и как оцените его? Вы согласны с решением арбитра? Спасибо. 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 В Лиге Европы. В Лиге Европы постараемся сыграть достойно и поехать в Марсей играть в хороший футбол. И шанс у нас еще есть на Лигу конференции. Маций, вы в этом составе один из самых опытных игроков. Сегодня в Еврокубках дебютировал в Лотарь Даниил Худяков. Очень интересно, какие вы слова поддержки говорили ему перед матчей? Как его настраивали на эту серьезную игру? Наверняка вы говорили… Я уже дебютировал в премьер-лиге, так что почувствовал, что это взрослый футбол. Он долго тренируется с нами. Видно, что у него есть талант. Я не хочу его сейчас хвалить. Я думаю, что он знает, что еще надо много работать, но сегодня он хорошо выглядит. Если бы не знал, я бы не сказал, что ему 17 лет. Он хорошо подсказывал линию защиты. Так что я думаю, что скоро он будет на высоком уровне. Пока еще надо много работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова